Трагедия, которую не предотвратили в центре Саратова, насмерть разбился 13-летний школьник. Он упал с крыши заброшенного дома. Это программа «Закон и интересы». Я ее ведущая Жанна Марченко. Смерть подростка в Саратове стала самой обсуждаемой трагедией. В первую очередь, потому что это уже не первый несчастный случай, который связан с высоткой на пересечении улиц Горького и Белоглинской. Так и незаселенный дом давно приобрел статус неофициально обитаемого. Там собираются любители экстрима, уличной графики и необычных селфи. Наша съемочная группа встретилась с сотрудниками прокуратуры и узнала, почему путь к собственной гибели для школьника оказался таким легким. И кто теперь ответит за нелепую детскую смерть. Траурные гвоздики, следы крови на земле, посмертные послания друзей. Теперь это все, что напоминает о трагедии. 13 марта здесь оборвалась жизнь 13-летнего Толи Бадалана. Поздно вечером компания подростков гуляла около заброшенного здания. Как признаются позже, распивали спиртное. Укрыться от глаз прохожих решили в стенах пустующей высотки. Поднялись на самый верхний этаж и, казалось бы, просто сидели общались. Но завязался спор и случилось страшное. Они между собой спорили, что давай ты спрыгнешь, что слабо, что сделать это. Толя, который всерьез увлекался паркуром, решил исполнить сложнейший трюк. Он повис на козырьке, а затем подтянулся, чтобы залезть обратно. И даже сделал рывок, но кирпич отломился. У меня был шок. Я сидел на лестнице около 20 или даже полчаса. Потом Саша Романцов сказал, что надо спускаться вниз. Мне вечно сидеть здесь. Мы пошли вниз. Шансов выжить у Толи не было. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть, которая сразу всколыхнула волну недовольства среди саратовской общественности. Ведь разрисованное здание возвышается над городом больше 15 лет. И все эти годы вход открыт для всех желающих. Да, этот дом действительно уже стоит много лет. Но здесь возложена обязанность на собственника предпринять меры, чтобы не допустить туда посторонних лиц. Но, как правило, собственники уклоняются от этого, не хотят вкладывать в этот вопрос денежные средства и уклоняются. Мы различными способами заставляем их, понуждаем все-таки эти стройки как-то огораживать, приводить их в какое-то безопасное состояние, закладывать окна на первых этажах. Но, как показывает практика, все равно люди туда находят доступ. Печальную хронику брошенного дома помогают восстановить в прокуратуре. Как выяснилось, здание начали строить еще в 1997 году. За это время застройщик обанкротился, а дольщики остались без своих квартир. Судебные тяжбы длятся по сей день. Следить за многоэтажкой по решению арбитража назначен конкурсный управляющий. Он обязан продать долгострой и рассчитаться со всеми долгами. И по логике должен обеспечить безопасность объекта. Должен, но не торопится. И такие застройщики банкрот есть абсолютно во всех районах города. На сегодняшний день у нас на территории города 20 таких объектов, которые строительством не завершены. Где у нас есть люди пострадавшие, которые вложили туда деньги, но квартиру в итоге не получили. Сотрудники прокуратуры следят за каждой брошенной стройкой. И в первую очередь обращают внимание на то, может ли посторонний проникнуть на опасную территорию. Ведь адреса разные, а проблемы, как правило, одни. Вот, например, престижный район горпарка. С одной стороны дороги элитные таунхаусы. С другой – замороженная стройка. Сейчас она огорожена новым забором. А буквально недавно выглядела вот так. Угроза для жизни на каждом шагу. Падающие кирпичи, металлические прутья, декорации везде похожи. Ни окна, ни двери не закрыты, у лестниц нет перил. Над головой висят строительные блоки. Долгое время пройти на территорию стройки на Большой горной и Вольской можно было через дыру в заборе. И неизвестно, сколько любителей паркура играли здесь со смертью. Да и дело не в паркуре, что лупать с высоты достаточно просто – оступиться. Эти кадры сделаны ровно год назад. Друзья и родные прощаются с Катей Самохиной. Она погибла там же, где и Толя. Так закончилось развлечение школьников на заброшенной стройке. Девочка оступилась в темноте и упала в шахту лифта с 20-метровой высоты. Одноклассницы вызвали скорую. Врачи бороли за жизнь Катей несколько часов. Безуспешно. По словам сотрудников прокуратуры, они вместе с профильными специалистами регулярно приезжают с проверками на строительные площадки. И каждый раз, если есть какие-либо нарушения, обязывают собственников их устранять. И если застройщики банкроты не всегда идут на контакт, те, у кого со строительством нет проблем, стараются вовремя устранять недочеты. Впрочем, здесь многое зависит от времени года. Ведь есть месяцы, когда даже действующие строительные площадки на время становятся опустевшими. И тогда нарушения могут быть гораздо серьезнее, чем отсутствие забора. Вот у нас расположен строительный объект, и на него может проникнуть любой желающий. Пара шагов, и мы в недостроенном доме. Холодности владельца здания рассказывает сотрудник прокуратуры. Он проводит здесь очередную проверку. И поскольку об ограждении владелец не позаботился, есть возможность изучить каждый метр. Ну, здесь, к счастью, вроде бы у нас есть двери. Хотя, опять же, у особо экстремальных лиц, к которым относится молодежь, может вполне возникнуть желание, предположим, проникнуть вот сюда. Эта территория сейчас под особым контролем. Ведь, как выяснилось, стройплощадка опасна даже для тех, кто не пытается на нее попасть. По действующему законодательству, по всему периметру ограждения, должен иметься защитный козырек. Как мы видим здесь, на границе с ЖСК «Талисман», у нас защитный козырек отсутствует, что и послужило причиной обращения граждан в прокуратуру района. Примерно в феврале-марте с дома, согласно доводам обращения, сошел снег, который повредил расположенную на автостоянке автомобиль. После того случая прокуроры обратились в суд с требованием запретить здесь любую строительную деятельность, пока собственник не приведет территорию в порядок. И это не заброшенная многоэтажка, а дом, который обещают сдать в конце этого года. Еще одна стройка, но совсем другая картина. Козырек, ограждение, никакого строительного мусора. Но проверяющие обращают внимание и на другие моменты, такие как условия безопасности труда. В журнале должны быть отражены инструктажи, проводимые сотрудником по технике безопасности, по безопасному ведению работы. Но, как мы видим, на строительном объекте все это ведется. Форма тоже немаловажный момент. Каждый рабочий должен быть в специализированной одежде, каске и перчатках. Отдельный пункт проверки оборудования. Ведь чаще всего чипы настройках случаются при неправильной эксплуатации техники. В январе 2013-го в Саратове неожиданно случился ураган. Ветер валил деревья, срывал провода и крыши. В городе объявили штормовое предупреждение, которое проигнорировали строители одной из будущих высоток. Во время монтажной сборки 60-метровый кран рухнул на землю. В этот момент на высоте находились 4 человека. Все получили тяжелые травмы. Чудом удалось избежать гибели водителю припаркованной машины, на которой упала часть конструкции. Около месяца назад в Саратове вновь упал башный кран с рабочими. Строители занимались реконструкцией шахматного клуба. Но грубое нарушение техники безопасности привело к серьезному ЧП. Пострадавшему понадобилась реанимация. Подобные крупные происшествия, к счастью, в Саратове случаются редко. Ведь за нарушение ответственные лица расплачиваются немалыми штрафами. На сегодняшний день сумма доходит до 200 тысяч рублей. Правда, если несчастный случай произошел на заброшенной стройке, найти виновных не всегда бывает просто. После гибели Толи в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Но по факту без подозреваемых. Тем временем в Саратове не только пытаются привести в порядок заброшенные стройки, но и ищут способы сократить их количество. В конце прошлого года прокуратура области представила новый законопроект. В нем предлагается решать проблему при поддержке инвесторов. Застройщик, который возьмется за возведение брошенного дома, получит участок земли под новую многоэтажку. Законопроект уже приняли. Ну а в следующих программах вас вновь ждут нашумевшие судебные разбирательства, актуальные проблемы жителей и невыдумные истории. И на этом у нас все. Мы желаем вам только законных интересов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин